Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хиван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об одном очень важном компоненте всевозможных субстратов для выращивания растений, в целом и рассады в частности, как торф. Торф для растений выделяют трех типов. В первую очередь это торф, который находится на поверхности верховых болот. Он называется верховой торф. Тот торф, который образуется на низинных болотах, сильно разложенный, черного цвета, это низинный торф. Между ними находится такой тип, как промежуточный торф. Это верховой торф в стадии промежуточного разложения, полуразложения. Но поговорим сегодня о верховом торфе. Верховой низинный торф это совершенно два разных субстрата с абсолютно различными свойствами. Верховой торф, обычно коричневый, с крупными кусочками, волокнами внутри, иногда какими-то щепочками и палочками, содержит очень мало питательных веществ и не пригоден для выращивания растений в качестве единственного источника питательных веществ. Кроме того, натуральный верховой торф является очень кислым. Его pH в показатель, водородный показатель лежит где-то в пределах 3-4. Для большинства растений такой торф не подходит. Исключение составляют растения семейства вересковые, голубика и другие растения, которые предпочитают более кислые почвы. Поэтому таким торфом очень хорошо, нераскисленным, набивать ямы для высаживания подобного рода растений. Многие хвойные предпочитают более кислые почвы. Гортензии любят более кислые почвы. Поэтому прибавление такого торфа к почвенным смесям для засыпки лунок при посадке подобного рода растений или использование такого торфа буквально в чистом виде является для них очень и очень благоприятным. Но это скорее исключение, чем правило. Большинство растений предпочитают более нейтральные почвы с pH где-то около 6,5-7. И в таком случае для нейтрализации кислореакции торфа в него еще на производстве добавляют всевозможные взвестковые удобрения, будь то мел или известь или что-то еще. В домашних условиях вы также можете использовать дровяную залу для того, чтобы нейтрализовать излишнюю кислотность торфа в том случае. Если вы добываете его где-то из естественных источников, а также если какой-то уже раскисленный торф, который продается в магазине, вам недоступен, но имеется нераскисленный натуральный торф. Стоит помнить, что торф является очень-очень гигроскопичным. Это означает, что он может вбирать в себя значительное количество влаги. Благодаря этому корни, то есть воздушности и способности накапливать влагу, корни в нем очень-очень хорошо развиваются. Поэтому, в принципе, его можно использовать как единственный субстрат для заполнения горшочков, стаканчиков, прочих объемов для выращивания рассады. Но при этом надо помнить, что в связи с низким содержанием питательных веществ, с каждым поливом вы должны использовать разбавленные растворы удобрений для выращивания. Ваши рассады или растений. Именно так поступают во многих промышленных тепличных хозяйствах, когда растения выращиваются на капельном поливе, либо в системе прилива-отлива. Когда специальные такие емкости заполняются питательным раствором, после пропитывания горшочков этим раствором, остатки раствора сливаются. Через какое-то время заливаются, снова выливаются. И так в постоянном цикле. Торф благодаря высоким буферным способностям, а это означает сохранение постоянства среды, в которой находятся растения, способен нейтрализовать повышенное количество минеральных удобрений, которые намеренно или случайно могут попадать в горшочек. В любых других субстратах корни могут подгореть, растения могут страдать от избытка минеральных солей. Торф же таким свойством не обладает. Кроме того, кислый торф, нераскисленный торф, можно использовать для приготовления специального раствора, для полива растений, которые любят более кислую среду. Ну, например, синполии, камелии, азалии и другие. Для этого достаточно взять вот такую одну горсть торфа, положить его в литровую банку, залить водой, выдержать одну ночь, ну, сутки, и потом процедить и эту воду использовать для полива. Камелии, синполии, как я уже сказал, даже орхидеи эпифитные, такие как фаленопсисы, будут очень-очень отзывчивы на полив подобного рода водой. Таким образом, этот торф может использоваться для мульчирования, поскольку очень хорошо сохраняет температуру. Он может использоваться для подсыпки кислолюбивым растениям, в том числе рододендроном и голубики, и другим растениям в саду и в огороде, тем, которые предпочитают кислые почвы, если этот торф нераскисленный. Если этот торф раскисленный, вы можете его смешивать в любой пропорции с любыми другими субстратами, с тем, чтобы готовить почвенные смеси. Но чем больше торфа вы вот такого верхового используете, тем чаще должны проводиться подкормки комплексными минеральными удобрениями. Это важно. Еще очень-очень важное свойство торфа, верхового именно торфа, это его сильные антисептические способности. Он содержит значительное количество фенольных соединений, очень медленно разлагается, в нем довольно плохо развивается микрофлора, в том числе патогенная. Именно поэтому такой торф очень хорош для приготовления почвенных смесей для начального роста растений. Многие блогеры, садоводы, огородники советуют припудривать верховым торфом, раскисленным верховым торфом посевы, ну, например, томата, перцев, других растений, чувствительных черной ножки. Это хороший совет, и я вам посоветую больше. Вы можете использовать раскисленный верховой торф в чистом виде для того, чтобы посеять туда семена чувствительных корневым гнилям черной ножки и другим болезням проростков растения, с тем, чтобы полностью исключить развитие подобного рода там заболеваний. Это очень и очень хорошо. С этой целью широко применяются торфяные таблетки, которые могут использоваться для выращивания рассады любых-любых растений. Они продаются преимущественно раскисленные полностью, готовые к употреблению, их достаточно размочить, залить водичкой и высевать туда семена. Это очень и очень хорошо, особенно в том случае, когда у вас какие-то коллекционные томаты, может быть, редкие, может быть, семян у вас не очень много, и вам совершенно не хочется потерять эти посевы из немногочисленных семян. Ну, тем более, если это касается каких-то дорогостоящих петуний, пеларгонии или еще каких-то дорогостоящих семян. И еще очень важное замечание относительно верхового торфа. Верховой торф обладает таким хорошим свойством, как накопление йода. Естественные торфяные залежи практически во всех местах земного шара накапливают значительное количество йода. Неважно, какие растения вы употребляете в пищу, многие заблуждаются, говорят, что грецкие орехи богаты йодом, поэтому их надо употреблять в пищу. Но если в почве нету йода, то если растет грецкий орех на почвах, где нет йода, то он никогда не будет накапливать йод, и таким образом ценность его для здоровья с этой точки зрения, обогащение питания йодом будет гораздо-гораздо ниже. В том же случае, если проводятся такие обогащающие йодные подкормки для того, чтобы обогатить вашу продукцию йодом, в этом случае, конечно, продукция йод будет накапливать. Самый простой способ обогащения йодом вашей овощной и фруктовой продукции – это использование верхового торфа для мульчирования, для подкапывания в приствольные круги, для обкладывания кустарников, а также для использования при выращивании рассады, а также для набивки в посадочные ямы, при пересадке рассады уже на постоянное место. Не игнорируйте торф, покупайте обязательно торф, приобретайте его, используйте для приготовления смесей, для приготовления вот этой вот торфяной воды, для пролива растений, чувствительных к повышенному содержанию, солей, если это, конечно, торф нераскисленный, именно он должен использоваться для подобного рода целей, ну и используйте его во всех остальных случаях, которые я перечислил. С той осторожностью и соблюдением тех правил, о которых я также уже сказал. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok